Спасибо вам большое. Медицинская династия Курковых берет свое начало с Капитолиной Ивановны. Она родилась в 1929 году и была врачом-эндокринологом. За мужем-прокурором женщине приходилось ездить по разным городам, но где бы она ни оказалась, медицину не оставляла. Последним местом работы была Оренбургская больница имени Пирогова, а теперь оренбургцев лечат ее дети и внуки. Со своей старшей сестрой мы дерматовенерологи. Единственное, что я продолжила свое обучение в аспирантуре и теперь работаю доцентом кафедры дерматовенерологии. Очень приятно, конечно, что моя семья попала и что всем нам вручили книги по местам всех мест работы. Это будет хорошей книгой, которая будет передаваться из поколения в поколение. И, наверное, все наши последователи остальные, наши семьи, я думаю, тоже, скорее всего, пойдут в медицину. Сотрудникам медицинского университета вручили вторую часть книги «Семейное служение Гиппократу». Первую в областной организации профсоюза работников здравоохранения выпустили в 2009 году. Председатель организации Людмила Варава собрала и описала семейные истории 59 династий. 21 из них связана с Оренбургским медуниверситетом. Стаж каждой династии от 100 до 800 лет. Это история династии, потому что у нас династия не только одной семьи. Есть, например, когда две династии сливаются, и мы говорим, во-первых, о родоначальнике этой династии. И коротенькую информацию даем. Эта книга, она представлена в форме очерков о жизни. Там есть и участники войны, и есть награжденные люди. Вот и в том числе среди работников профессорско-преподавательского состава. Здесь в основном присутствуют сегодня заведующие кафедрами профессора, доктора медицинских наук. Я считаю, что это очень большое событие, знаковое событие вообще от всего, для всего нашего медицинского сообщества. Я думаю, что врачи и другие медицинские работники достойны того, чтобы их отмечали вот таким образом и в книгах. Ну, что касается нашей династии, то оказалось, что я основатель этой династии. А вообще у нас династия врачей, у нас три поколения, три поколения у нас. Так что у нас отношение к медицине, у нас, как говорится, особое в этом отношении. Вот все медики. Я думаю, что большинство врачей и тех, кто работает в медицине, вряд ли думают о чем-то высоком, о чем-то так, знаете, вот я там служу и так далее, так далее. Нет. Самое главное, мне кажется, просто честно делать свою работу. Делать работу, делать то, что умеешь. А то, что получается, иной раз и жизнь спасти человека, ну, об этом как-то не думается. На церемонии присутствовал и ректор университета Игорь Мирошниченко. Он отметил вклад областной организации профсоюза работников здравоохранения и поблагодарил собравшихся за многолетнее служение медицине. Также Игорь Мирошниченко предложил сделать традиции и чествование династий в стенах университета. Я думаю, что мы приложим максимальное усилие для того, чтобы сделать в университете, подумаем, какой это будет день, чтобы сделать день династии. Когда мы будем приглашать в стены музея представителей, не одного представителя, а, скажем так, максимально, сколько сможет принять участие представитель, чтобы они рассказали о своих дедушках, рассказали о своих бабушках, о отцах, о матерях. Я думаю, это очень важно. И, на мой взгляд, когда наши студенты об этом узнают, я думаю, что они поймут, что сделали правильный выбор и, может быть, станут основателем своих династий. Символично, что вручение книг о династиях состоялось в музее медицинского университета. В этом году ему исполнится 40 лет. Основатель хранилища Илья Иосифович Кага на сегодня рассказывает студентам об истории ОРГМУ и истории Оренбургской медицины в целом. Сейчас доктором медицинских наук 92 года. Наталья Богданова, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.